Заморозить выручку от всех возможных побед лошадей Рамзана Кадырова решило Министерство финансов Чехии после того, как Совет Евросоюза продлил санкции в отношении России. Там пояснили, что на главу Чеченской Республики распространяются персональные санкции. Беговые лошади Кадырова зарегистрированы в чешском клубе «Жакеев» с 2012 года и не раз участвовали в престижных турнирах. Из Праги Алексей Пономарёв. Чехия заморозит выручку от возможных побед в соревнованиях скаковых лошадей. принадлежащих главе Чечни Рамзану Кадырову. Такое сообщение было сегодня опубликовано на официальном сайте чешского Минфина. Любые доходы от этой деятельности, победы в забегах, будут использованы исключительно на управлении сохранения имущества главы Чечни. В случае, если доходы превысят расходы, они не могут быть представлены попавшему под санкции субъекту, в данном случае Кадырову. Они будут заморожены на территории Чехии, сообщается в пресс-релизе Минфина. Это связано с продлением санкций против России, которые индивидуально распространяются и на главу Чечни. Принадлежащие Кадырову беговые лошади с 2012 года зарегистрированы в клубе Жакеев Чехии. Согласно местным СМИ, Кадыров три года назад владел на чешской территории десятком беговых лошадей. На официальном сайте клуба Жакеев никакой информации, подтверждающей эту новость, нет. Ровно как нет и вообще упоминания имени Рамзана Кадырова. Надо сказать, что лошади Рамзана Кадырова достаточно успешно проявляют себя на скачках. Зачастую они выигрывают. А жеребец по кличке Михаил Глинка является чемпионом многих состязаний. Его стоимость превышает 2 миллиона долларов. В начале июня Рамзан Кадыров на своей страничке в Инстаграм сообщил, что его трехлетний жеребец Дэшинг Хон выиграл скачку первой категории в Чехии на дистанции 1400 метров на ипподроме чешского города Мост, оставив позади лучших спринтеров и майлеров Чехии. Нарушение режима санкций в отношении главы Чечни грозит штрафом до 50 миллионов крон. Это примерно 2 миллиона долларов. Кадыров сможет распоряжаться лошадьми после исключения его имени и санкционного списка или после отмены действия данного документа. Алексей Пономарев, Вести.